У нас два успеха по филиалам. У нас традиционно пять филиалов. Мы относили еще к нашим зарубежным рейтингам филиал в Севастополе. Вот он стал нашим российским филиалом, вернулся. И мы думали, что наша программа на этом и остановится. Это три тысячи примерно с лишним студентов. Элита в этих университетах учится, и мы готовим для этих стран. Но жизнь попросила еще сделать шаги. И по просьбе Словакии мы стали работать над созданием филиала в Копере. Это второй город Словении, я говорил, не Словакии, а Словении. И по просьбе руководства этой страны во время визита президента я с министром иностранных дел подписал создание филиала Московского университета в городе Копер. Это успех, потому что это страна НАТО. И она, конечно, заявляет о своем желании в гуманитарной области сотрудничать с нами. Это было и во время визита. У меня были во время и визита туда, и здесь продолжительные разговоры с руководством этой страны, и с правительством, и с министрами. И они придают большое значение развитию этого филиала. Это было выделено на центральной площади здания. Там создан уже центр, который работает. Там уже есть ряд наших преподавателей. И мы надеемся, что вдобавок к этому центру, который существует и есть уже студенты, мы расширим до полноценного набора в этот наш новый филиал. Ну и еще один долгожданный для нас успех – это создание совместного университета в Китае. Китайские товарищи, китайская сторона попросила Московский университет создать совместный университет в Шэньчжэне, это юг Китая, особая зона, совместный университет с Пекинским политехническим институтом КПИ. Ну, Пекинский политех – это институт не системы образования Китая, а системы промышленности. Значит, он очень специализирован на технологии, и вот ведущий в этом. И мы приступили к этой работе. Подписания первые были в присутствии глав наших государств, потом были серьезные, длительные переговоры с китайскими товарищами. Там все очень сложно, гармонизация законодательств, разная терминология, и то, что мы понимаем бакалавр, иногда у них по-другому, и название предметов. Но все завершено. Значит, неделю назад этот уже совместный наш институт получил лицензию китайскую. Объявлен прием. Значит, прием будет 120 бакалавров на несколько направлений и две группы магистров. Здесь есть некий момент. Вот момент такой, что филиал – это филиал МГУ. Значит, ректор МГУ, кто бы он ни был, должен подписать диплом только тогда, когда все выполнено по программам МГУ. По-другому он не имеет права подписываться как диплом. Ну, а иногда в процессе работы некоторые там люди, там чиновники, скажем, начинают понимать работу филиала как работу собственного учебного заведения. И говорят, а нам не надо эти экзамены, мы сами примем, ну и так далее, и так далее. Ну, приходится вступать в дискуссии. Фактически, везде у нас есть взаимопонимание. Очень хорошие отношения с Азербайджаном, с Арменией, с Ташкентом. Никаких проблем здесь никогда не возникает. Продолжение следует...